всем привет сегодня мы поговорим о кольцевом буфере и что это такое вот кольцевой буфер очень удобная штука и в первую очередь их разновидности много все зависит от задач и где он будет применяться ну что это такое как бы уже мы услышали слово кольцевой до кольцо это как бы закольцованный буфер то есть означает какого-то фиксированного размера ну кольцевые буфери на самом деле могут и иметь и не фиксированный размер то есть могут иметь функционал который позволяет динамически добавлять элементы но в большинстве своем случае он применяется именно когда размер его фиксированный давайте вот при посмотрим просто вот так вот схематически я изобразил как бы чтобы не показывать картинки вот здесь в комментариях к примеру вот у нас фиксированный размер буфера из четырех элементов ну давайте сразу скажем пример один из примеров использования да это буферизация к примеру потока какого-то потока данных ну где думаю вы все замечали примеру когда играют видео возьмем youtube и там такая еще там где есть полоса проигрывания где текущая позиция еще такое что-то сереньким типа сколько за будь забуферизировано и она обычно обуферизируется определенный участок то есть к примеру плюс одну минуту может буферизировать или плюс там 30 секунд вот и если она данные эти подгрузились дальше буферизация не идет то есть вот в данном случае как раз можно использовать этот кольцевой буфер то есть он определенного размера данные туда записались и пока не произойдет вычетка данные записываться не будут то есть у нас вычетка и запись происходит по разным индексом давайте рассмотрим на примере вот у нас в качестве примера пусть фиксированный размер в 4 каких-то элементов пусть 4 байта на и для этого мы храним индексы для записи и для чтения ну при старте они совпадают и так к примеру мы записываем число 1 да вот у нас в индекс в этот нулевой до самый первый записалось это значение и индекс для чтения увеличился дальше мы заносим двоечку дальше троечку дальше четверочку и давайте к примеру попробуем пятерочку завести пятерочку но в данном случае ничего не произойдет то есть в одной из реализации да вот потому что буфер уже запомнил и вот эти данные 1 2 3 они еще никем не читались поэтому эта пятерочка просто пропадает вот то есть в одних реализациях кольцевых буферов а перезаписываются самые старые данные то есть к примеру в такой реализации пятерка ушла бы вот сюда единичку потом если мы писали шестерочку сюда и так далее то есть бегала бы по кольцу по кругу вот но в моей реализации в моем примере данные просто не записывать то есть мы у меня есть функции которые позволяют узнать заполнен ли буфер или нет вот и перед тем как вносить данные можно проверить ты ты полон если ты полон то данные не записывать ждать пока буфер как бы частично или полностью не освободится вот и вот в данном случае мы заполнили и у нас четыре элемента есть далее когда мы производим чтение то для чтения у нас существует свой индекс и примеру мы читаем данном случае мы получаем то есть у нас при старте индекс для чтения был равен нулю да и вот мы извлекаем самый первый элемент вот извлекли и схематически там как будто бы уже все нету данных индекс сместился дальше читаем двоечку вот извлекли двоечку дальше троечку дальше чит четверочку ну и давайте попробуем да вот так вот я вставлю еще раз гэт сделать гэт ничего не извлечет ну как минимум она что-то все равно вернет вот так как так как так как тоже способы обработок аши ошибок разные есть если это си плюс плюс то можно генерить исключения можно не генерить исключения можно просто возвращать какое-то значение левое но для этого должны быть функции то есть мы должны вот на этом этапе после вот этого чтения где тут где тут это двоечку получили это троечку получили давайте гэт получим четверочку вот и out плюс плюс но на самом деле этот данном случае здесь у нас был индекс 3 и вот здесь он не будет четверочки он как бы как бы как бы ничего не будет то если после вы после вот этой операции блин где на после операции чтения где когда мы прочитаем последний элемент нам нужно каким-то образом высадить какие-то флажки не сказать что буфер пуст вот данном случае он пуст соответственно если он пустой так давайте тут это я уберу так вот если он пустой то значит можно производить опять таки запись ну к примеру давайте попробуем дальше воспользоваться операции тут да вне внести данные вносим пятерочку так как у нас буфер пустой и последний индекс записи был равен чему а был равен вот он закончился на конце буфера да то при этой операции индекс обнулится и будет опять запись самый первый элемент потом второй элемент и так далее то есть для записи у нас один индекс для чтения у нас второй индекс такой еще способ позволяет не синхронизировать данные то есть это многопоточное приложение то есть один поток пишет второй читает так как у нас абсолютно разные ячейки постоянно задействованы то есть читается с одной ячейки записываются в другую и эти ячейки как бы не пересекаются вот так вот по поводу возврата ошибок я как я сказал можно если это си плюс плюс генерить исключения а можно и не генерить то есть а можно просто какие-то функции которые будут говорить пусто или не пусто примеру если мы хотим записать мы можем узнать буфер ты если ты полон значит мы не пишем или при попытке чтения если буфер пустой то читать то и нечего мы понимаем что вернуться какие-то данные некорректно ну и давайте на примере то есть это одна из реализации реализации много кроме того есть еще реализации в которых размер буфера должен быть кратным двойки у меня не кратный двойка вот но есть он кратные двойки там еще специально маска есть типа буфер сайз минус 1 эта маска нужна нам для простого обнуления вот этих индексов вот более того есть реализации к примеру буферов размер которого четко равен там двести пятьдесяти шести да и в качестве вот этих индексов у нас используется просто чар ансайны чар вот соответственно канал царь ныча там 255 плюс 1 то есть это будет переполнение он автоматически грубо говоря сброситься на 0 да то есть в таком случае там контролировать выход за пределы не нужно вот то есть реализации много советую вам после просмотра либо вот сейчас нажать на паузу и почитать вкратце что такое что это такое за что какие буферы есть кольцевые то есть какие есть реализации вот применение очень широкая и там при программировании микроконтроллеров и программирование каких-то там систем где приходят данные вы вообще независимо то есть данные заполняются читаются независимо друг от друга там приходят какие-то команды грубо говоря становятся в очередь и то есть может это можно сказать одна из реализации очередей вот который память фиксированного размера так вот давайте посмотрим как я сделал этот буфер то есть в качестве примера у меня вот есть индекс для чтения индекс для записи дальше есть флажок пустой буфер и флажок полный ли он вот и вот есть непосредственно сам массив буфер сайс это меня макрос это дефайн который определен как 5 а то есть значение равно 5 и я здесь функции инициализации в которой сбрасывай индексы в ноль дальше говорю что буфер пуст и говорю что буфер не полон вот и все и к примеру операции записи то есть я передаю непосредственно сам буфер и значение которое нужно записать и вот я сразу проверяю если он полон то я возвращаю минус 1 операция put возвращает некое значение в данном случае вот в моем конкретном примере моей реализации это у нас единичкой если отличная от нуля и положительная значит операция записи помещения значения произошла успешно если же меньше нуля то операция записи не выполнилась это означает что буфер пола так вот далее далее просто проверяю индекс есть в райт индекс больше или равен размеру буфера то этот индекс я обнуляю вот то есть чтобы переместиться в самое начало массива и вот здесь у меня есть такая проверочка если буфер пустой то я говорю уже что ты уже не пустой вот то есть сбрасываю флажок и записываю по в райт индексу значение и этот в райт индекс увеличивается на 1 дальше я смотрю если в райт индекс равен рид индекс то есть если один индекс догнал другой индекс это означает что буфер пола вот и я сразу возвожу флажочек и возвращаю один так как операция все-таки произошла запись в случае если массиву то есть буфер не пуст то я просто записываю туда данные вот и делаю такую же проверку вот точно такую же такой же копипаст а вот чтение чтение из буфера что я делаю если буфер пуст я возвращаю минус 1 хотя минус 1 может быть тоже данными но как бы здесь нету исключений каких-то вот поэтому вот такой способ перед операцией чтение перед операцией записи желательно воспользоваться функциями из empty или из full то есть полный ты или пустой и так чтение если пустой минус 1 ничего не читаем если же не пустой то вот я сразу же сбрасываю флаг из full то есть в любом и случае происходит уже чтение если он был полон этот буфер знаешь он уже полон не будет вот но здесь точно так же если индекс чтения больше равен размеру нашего массива то он сбрасывается в ноль то есть мы переходим в начало и здесь все то же самое да читая значение дальше red index увеличивается на 1 и вот здесь я сравню если red index догнал в right index значит буфер стал пуст то есть один индекс догнал другой знаешь буфер стал пустым и в качестве примера вот есть вот такое такое использование давайте запустим и проды башен все и посмотрим воочию как он работ так запускаем режиме отладки и давайте вот у нас есть вот массив там понятно что мусор находится я его не обнуляю потому что желательно чтобы такие буферы максимально быстро работали поэтому время тратить на обнуление я не стал и так данном случае буфер пуст мы видим флажок из mt единичку дальше заносим данные один вот что у нас он уже не пуст но и не полон и индекс записи увеличился на 1 теперь давайте прочитаем вот где-то и в эту переменную вернется нам значение да в буфер делаем чтение то есть смотрим за рит индексом и за вот этими флажками чё я сделал я f11 нажал так ладно вот так прочитал r это рит да я прочитал единичку я поместил и в данном случае рит индекс догнал в райт индекс и это означает что буфер пуст потому что это значение уже прочиталось то есть операция чтения на самом деле говоря это извлечение записать и прочитать мы можем один раз но для конкретного значения то есть вот единичку мы записали сделали ритм если мы сейчас повторно сделаем рит нам вернется минус 1 так как в данном случае буфер уже пудр записываем двоечку двоечка видите уходит вот сюда в следующий по следующему индекс теперь рит индекс в райт индекс отличаются буфер не пуст и не пола читаем чё нужно сюда приходит вроде точки останова здесь нет так 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 давайте перезапущу какая-то ошибка сейчас я чищу еще где-то где-то билл 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 клин ол вот из данном случае в этом примерчике запись чтение запись чтение запись чтение а потом вот мы сейчас перейдем вот сюда к функции clear вот функция clear просто сбрасывает индексы вот сбрасывает индексы в данном случае и флажки то есть устанавливает в empty ну вот смотрите индекс рит индекс и в райт давайте выполним из все сбросилось вот и попробуем прочитать данном случае буфер пуст мы пробуем читать и у нас возврат минус 1 минус 1 минус 1 флажок из empty указывает что буфер теперь давайте записываем 1 2 3 но в данном случае мы изменений здесь не увидим потому что там старое значение совпадает давайте 1 2 3 как мы видим рит индекс 0 в райт индекс 3 то есть 0 1 2 индексы уже заполнены теперь пробуем считать r 1 прочитали 2 3 следующее чтение приводит как бы к ошибке до данных там нет теперь давайте внесем значение 4 5 6 7 8 9 теперь смотрим 4 записалась теперь пятерочка сюда теперь шестерочка у нас уйдет вот сюда потому что она мы достигли конца буфера вот шестерочка семерочка восьмерочка девятка никуда не записалась почему потому что мы внесли 4 5 6 7 8 девятки деваться некуда соответственно операция записи вернула минус 1 вот и все и операция записи будет возвращать минус 1 до тех пор пока мы хотя бы один элемент не прочитаем до тех пор пока вот эти индексы будут разными да то есть данном случае они равны значит один индекс догнал другой записывать больше никуда и давайте прочитаем как мы записали мы записали 4 5 6 7 8 значит мы сейчас должны такие же значения получить то в том же порядке 4 5 блин 5 6 7 8 и 9 9 там не было минус 1 вот и все то есть в целом как бы ничего сложного вроде как бы и нет в этих буферах но их реализации много но в принципе все надеюсь вам было интересно надеюсь вы что-то новое узнали а вот подписывайтесь делитесь напоминаю для всех новоприбывших в описании каждому видео есть ссылка на блога то есть на список всех видеороликов по темам которую вы эту ссылку можете открыть и увидеть абсолютно все видео которое есть на канале то есть это сделано для удобства навигации ну за сим прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока